Главную ёлку Видном устанавливали в течение трёх дней. Металлическая конструкция, закреплённая внизу, чтобы никакой ветер не смог её свалить. Несколько тысяч веточек деталей, две сотни специальных больших шаров, предназначенных для уличных ёлок, да на градусники минус 10. Работе монтажников не позавидуешь. Ёлку собирают, следуя схеме. Они в каждом году отличаются. Потому что усовершенствуются каркасы и все остальные модели. Ярус за ярусом и ёлка постепенно начала обретать свой вид торжественной и гордой. У нас события, я как раз в окошко смотрю, если ёлка собрана, значит праздник уже наступил. А пока ещё в преддверии находимся праздника. Школьник Данил Цибизов внимательно наблюдал за украшением ёлки. Каждый год на ёлку разные добавляют. Игрушки. Иногда светится ёлка, как сейчас. Что бы пожелал людям нашего города? Что бы не били игрушки и не ломали ёлки. А рядом уже готовы ледяные горки на радость ребятне. Алена Воробьёва говорит, что готова кататься целый день. Отмечая, что в нынешнем году здесь стало интереснее. Построили лестнику, её не было. Сделали горку интересной, поставили карету. Вот. То есть такого в прошлом году не было. Взрослые на детей смотрят с завистью. Эх, им бы вернуться в детство. Ой, хочется, но уже всё. Та пора ушла у нас. Страходан замучил уже. Да, пусть теперь дети наши, внуки. Мы уже в таком возрасте, что они не летают. Катаются. И всё же украшенный в декабре город поднимает настроение всем, независимо от возраста. Ведь в Новый год каждый желает, окунувшись в зимнюю сказку, поверить в чудо и волшебство Деда Мороза. Татьяна Брылова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.